Всем привет, дорогие друзья! На часах полночь, а это значит у нас Midnight Loft Online. Пятый сезон нашего сериала, и как я уже заявила во вчерашних стори, у нас будут и люди, которые так называемые наши любимые камбэки и новые игроки. Все сразу. Сегодня у нас ночь камбэка. Сегодня у нас Эммануэль Римульди, итальянский пианист в нашей импровизированной студии. С Эммануэлем мы уже разговаривали неделю так две с половиной назад, а может быть и больше. Сейчас уже непонятно, сколько прошло времени с того момента, но прямое соединение с Миланом, я думаю, сегодня будет очень любопытным, поскольку уже ситуация в Европе налаживается и их потихоньку расхлопывают, поэтому новости позитивные будут, безусловно. Всем привет, ребят. Очень приятно, что вы присоединились. Мы продолжим наш диалог на двух языках. Первый онлайн будет на русском, для русской аудитории. Второй онлайн будет полностью на английском, и мы опубликуем позже эти две серии тоже также отдельно на YouTube. Вот. Но пока что пара слов об этом пианисте. Вот уже вижу, что Эммануэль тоже к нам присоединился. В общем-то, в первом сезоне, я повторюсь, Эммануэль принимал участие в лофт-филармонии вместе с руссквартетом в составе Ксении Гомарис, Анны Янчишиной, Ксении Жилёвой и Петра Каретникова. Они играли потрясающий фортепианный квинтет Роберта Шумана, эллигическое трио Рахманинова. Это был очень классный и яркий вечер. Потом, позже, эту же команду я взяла на проект Metro Concert Art, который проходил в Международном доме музыки. Поэтому с Эммануэлем нас связывает очень-очень много, и он участник сразу двух моих проектов, поэтому с удовольствием ждала его камбэка. И вот сейчас я готова его пригласить в нашу студию. Вижу уже запрос. Ну, давайте начнём диалог. Привет. Эмман, привет. Привет, привет. Я хочу, чтобы... Ой, упал телефон. Да, там собака. Это мир. Я уже вижу, что это мир. Мир. О, какой милый. Мир, привет. Скажи привет. Он не хочет, он не хочет. Он не хочет, да. Эмман, немножко наушники поправь, а то плохо слышно. Ну, просто мир он сделает, как всегда, немножко. Да, но ничего страшного, зато весело. Да, я шерчал, Мимир. Окей. Он сегодня будет с нами. Это очень здорово, очень классно, что ты его показал, потому что собака у тебя очень красивая. Но его просто очень большой характер. Мы назвали его мир, но он как войной, война. Понимаешь? Поэтому... То есть имя у него мир, а характер как у войны. Ну, понятно, да, весело. Эмман, ну... Вас же можно в Милане уже немножко поздравить, вас немножко расхлопнули, раскрыли. То есть теперь с миром ты можешь гулять уже не на 100 метров от дома, а чуть дальше. Чуть дальше, да. Больше 200 метров. Честно говоря, было немножко трудно, потому что мы гуляли даже, не знаю, часик, можно сказать, до дома. И он был такой устал после, и я тоже, честно говоря, потому что просто, когда ты сидишь дома два месяца. Конечно, потом будет очень трудно гулять долго и сделать спорт или что-то. Поэтому надо привыкать, как гулять еще раз. Надо выучить, как гулять. Поэтому, вот. Но можно поздравить, это правда. Ты знаешь, я сама вот, когда выхожу на улицу здесь, в Москве, ну, пока что, конечно, только на 100 метров, ну, условно говоря. Потому что нас-то еще, понимаешь, не расхлопнули. Я сама ловлю себя на мысли, что я уже не знаю, не помню предыдущую жизнь, не помню, как я любила гулять, не помню, как я наслаждалась парками. Ты все правильно говоришь, все придется учить заново. Слушай, ну, у вас ситуация такая, что уже потихоньку, вот мы наблюдаем, сквозь наши новости, у вас открылись кафе, да, чуть-чуть, у вас немножко работают парикмахерские сферы услуг, да, это правда? Будут, да. Это парикмахеры надо сделать, это большой список перед найти местах. Конечно, это очень, очень трудно найти. Ну, неважно, конечно, можно перед временем сделать все, что хочешь. Конечно, я должен сказать, раньше, когда был карантин, было немножко лучше по поводу воздуха. Воздух просто был потрясающий, как никогда в Милане. А теперь еще раз, как мог, знаешь, плохой, как всегда, к сожалению. Ну, неважно, это, конечно, минус. Но, скажем, плюс, когда есть карантин, что нет смог. Ну да, природа отдохнула чуть-чуть, да? Ну да, каждый человек, две машины. Что нужно, две машины, не понимаю, но понимаешь, что просто очень, воздух в Милане всегда был очень плохой, поэтому что делать? В Москве всегда лучше, чем в Милане, потому что в Москве очень много ветер. Понимаешь? Но в Москве зато в шесть раз больше живет людей, чем в Милане. В Милане два миллиона. Все равно лучше. Все равно лучше. Не, два миллиона, но есть большой Милан, который, знаешь, это семь, восемь. И, конечно, не только воздух, потому что очень много людей, но потому что здесь болото. И Альпы не сделают, что ветер приходит, понимаешь? Это все между морем и Альпой. Поэтому все остановится здесь и не будет в Новой Зеландии, где должно сделать большой озон-холл, я не знаю. Озоновый терапт. Да. Кстати, у нас остановится здесь. Понятно. Слушай, а вот то, что касается парков. Ну, в парке уже можно? Уже пускают гулять в парке именно? Можно, можно. Потому что там такие красивые, да? То есть по одному или как-то можно хотя бы два человека, три человека? Я думаю, что можно, как хочешь, да. Только надо с маской всегда. Это обязательно для всех. Имануэль, а вот у вас же нет пропусков, да? То есть у вас беспропускная система. Теперь да, теперь без. Неделю назад было. Но, конечно, меня была не нужна просто, потому что я гуляю около дома. Но, да, все остальные должны с пропуском. Понятно. Ну, очень-очень за вас рады. Очень ждем, когда у нас что-то будет позитивное. Пока мы только, знаешь, надеемся. Вот еще до этого, как говорится, дожить надо. Но, знаешь, я очень соскучилась, честно говоря, с прошлого онлайна. Ты так взбудоражил аудиторию. Ты рассказывал удивительные истории. Вот одна, например, из них, которую, скорее всего, ты уже как-то можешь по-другому, наверное, завершить. Или хотя бы сказать на каком-то этапе. Вот одна из историй касалась того, что ты пишешь сочинение. Я напомню аудиторию, что речь идет о фантазии на тему из оперы Римского-Корского «Золотой петушок». Ты уже закончил этот опус? Или ты уже как бы близишься к завершению? Есть большая проблема у меня. Просто, знаешь, хороший композитор, наверное, умеет сделать очень хорошие вещи на очень короткое время. А я, к сожалению, я не такой хороший композитор, поэтому у меня получится слишком длинное предведение. А я хочу сделать немножко короткое, потому что я ее должен сыграть как премьер в Японии в этом с октября. И после этого я должен сыграть картинки из выставки Мусорского. Поэтому, естественно, я не могу сыграть 30 минут мои произведения, потом еще 30 минут за Мусорского. Теперь она... 10 минут. Я хочу, чтобы 13 минут максимум. Поэтому я уже удалил очень много. Мне только финал надо сделать хороший. Но финал кода – это самое сложное, потому что должна быть какая-то кульминация, какое-то утверждение. Ты должен прийти к какому-то логическому завершению этого произведения. Да, я не сделаю как Вагнер, что значит из концов. И потом начинает, но... Я сделаю из первой ноты до конца. Очень прямая. Посмотрим, как будет. Не знаю. Посмотрим. Но я могу сказать, что я... Это было очень трудно найти, какие темы из этой оперы использовать. Потому что опера – гениальная, конечно. Но, конечно, опера с этой темой как лайфмотив. И лайфмотив – очень короткий лайфмотив. Поэтому трудно сделать что-то очень тоже пианистическое. Не только в оркестровом варианте, но чтобы это было хорошо на фортепиано, да? Да, да. И есть тоже фантазия с криткой, я думаю. Да, да, да. Это вот известное приложение, собственно. Известное, но не очень красивое, мне кажется. Нет, оно не очень может быть красивое, но, ты знаешь, кстати говоря, оно очень популярное в России. Его очень часто играют скрипачи. Очень часто, да. Потому что, видимо, технические всякие штуки, там, звукоэффекты. Я могу представить, как скрипачи просто обожают сделать все эти ноты. Это просто прекрасно. Но, как слышно, мне кажется, что все темы приходят немножко не очень, как сказать, не очень просто. Между одним темпом, значит, первый темп, потом сразу второй темп, без перехода. Не очень хороший переход на это. Поэтому я попробую найти другие темы и посмотрим, как получится. Посмотрим. Спасибо, что спросили. Я тебе желаю успешного завершения, потому что, ну, я, конечно, я очень жду премьеры такой, знаешь, как бы в бэкстейдже, как бы для Виттон. Может быть, ты мне покажешь чуть-чуть. Видите, я краем глаза так посмотрю, краем ухом куша, потому что я, конечно, очень-очень хочу это услышать, потому что я знаю, насколько, знаешь, насколько у тебя тонкий стиль, насколько у тебя хороший вкус. Потому что, я напомню аудиторию, у Эммануэля эксклюзивная, на самом деле, история в чем-то. Потому что Эммануэль обучался не только как пианист, но и как композитор. То есть у тебя же были... Кстати, вот, напомню, у кого ты учился по композиции? У тебя было много преподавателей, насколько я помню. И у меня было очень много преподавателей по композиции, как по фортепиано. В Милане, в Италии вообще, по России. Это ужасно напоминать все. Но композитор я на три года только я выучил. Я не выучил в целом. Потому что я был очень плохой студент. И у меня были очень плохие... Ну, не скажем плохие... Очень особенные преподаватели. Последний преподаватель, скажем, очень известный композитор Виталий. Он сделал очень много фильмов. Музыка для фильмов. И работа в его классе была просто, что я что-то написал. Но я был очень маленький. Я не знаю, 18 лет. И мне было 17. И я его показал, не знаю, что-то. И он сказал, очень хорошо. Давай. Еще раз. Другой. Поэтому после один года я ушел. Что мне надо сделать? Он сказал, тебе ничего выучить. Но это неправда. Ну, просто урок для него был только послушать его музыку. И анализировать, как он, это его международная музыка. Которая, честно говоря, интересная, да, наверное, в фильме. Но я был слишком молодой для этого. Поэтому трудно. Ну, я пианист. Я не композитор. Но я могу повторить, что в прошлом раз я сказал. Что очень важно сделать, как композитор, когда ты играешь на фортепиано. Это для меня самое важное. Потому что я всегда критикую себя и попробую понимать, что композитор хотел сделать и что я хочу сказать в этой музыке. На мой взгляд. И это важно. Потом композитор... Я не композитор, я тоже не дирижер, скажем. Да, но это, знаешь, я просто это вспомнила, потому что это как бонус. Ну, то есть, понимаешь, многие хотят, например, что-то написать, но они совершенно не умеют и даже не понимают, как у вас композитор. То есть это такая твоя опция композиторская. Она как бы, ну, она тебя, в общем, поднимает на другой уровень чисто даже как пианиста, потому что, ну, у тебя мышление. Мышление по-другому работает. То есть ты думаешь категориями композитора, и это очень редкое качество. Редкое качество, и оно хорошее. И, кстати говоря, ты знаешь, вот я, когда последний раз вот мы с тобой общались вот так по видеоконференциям, когда я уже опубликовала всю серию «Midnight Loft Online», я прикрепила вот эту запись, да, твою знаменитую «Восьмой сонаты» Прокофьева, и соблазнила и зашла еще раз на YouTube. У тебя там столько всего интересного вообще. Ну, ты, конечно, любитель русской музыки, а у тебя это отдельно занимает нишу. Но я хотела спросить тебя о другом. Вот в этом сезоне собираешься ли ты, ну, сейчас проходит юбилей определенных авторов, как, например, там у Бетховена юбилей, да, там у Шопена, там, я не знаю, у Мартину, там еще у кого-то. Вот, какие у тебя планы, у Чайковского, кстати говоря, у тебя есть в планах записать или, может быть, сыграть что-то, посвященное юбилеям композитора? О юбилее я никогда не думал. Я просто помню, когда последний раз играл что-то на юбилее, это была Шумана, когда я был студент в Москве. Да, тут только Элиса Костантиновна, ну, вертоланца просто, она хотела, чтобы мы сыграли Шумана в это время, я играл у Мореска первый раз, а она играла... Это было в Маламзале, да? Прости? В Маламзале, в консерватории? В Маламзале, да. Я помню в конце. Да, да, это когда было первое отделение, я играл у Мореска Шумана, а второе отделение было Элиса Костантиновна с Натальей Григорьевной Гудманом. И они играли Квинтет Шумана. И этот раз это было все целом Шумана, я думаю, что это было юбилей. Но это был последний раз, когда я думал о юбилей. Ну, конечно, я хочу сыграть что-то из Бетовена, наверное, неплохое, да, чтобы начинать сделать что-то очень хорошее. Но последний раз, когда меня спросили, если я хочу сыграть в сезоне, когда были все сонаты Бетовена в Гамбурге, ну, я был не такой... Ну, это было не юбилей просто, это был маратон. Знаешь, я не люблю маратоны просто. Ну да, марафон, марафон это тяжело, конечно, потому что, во-первых, все подряд принимают участие, как бы нет возможности сыграть полноценный концерт. Ну и нет, не то впечатление, как бы, от артиста. Я вообще не люблю такие вот сборные концерты, когда много-много участников. Многие, да. Больше сольный формат, когда вот ты можешь сконцентрироваться и понять, вот эта личность, этот музыкант, он тебе нравится, он тебе близок, или как бы это совершенно не для тебя. Потому что, когда идет вот это вот гала-концерт, марафоны, ну, как-то очень много, очень много динамики, как будто бы нет такого впечатления прямо супер, нет вот этого вау-эффекта. Я соглашу, конечно, с тобой, да-да-да. И, да, это было тоже Вимолем, я помню, бетовый маратон мы сделали много лет назад. Много лет назад. И больше, чем 10 лет назад, кстати. Невероятно. И да, это было очень тяжело, я думаю, тоже для публика. Иманури, в последнее время мы очень часто тут обсуждали с аудиторией, точнее, с музыкантами как раз таки, но все же артисты, и все очень разные. Вот просто все разные. Вот я со столькими людьми общаюсь, и вот практически нет ничего общего между всеми вами, будь то пианисты, будь то там другие инструменталисты, неважно. Но задачи у нас, как у людей, которые выходят на сцену, они, ну, более или менее как бы одинаковые, да? То есть, ну, ты выходишь, и когда ты выходишь играть, ты выходишь из своей зоны комфорта. То есть, ты не можешь себя чувствовать так же, как дома, вот сидя на диване в тапочках. Ну, какое-то есть волнение там, да, ты переживаешь, когда идешь играть, какое-то воодушевление, вдохновение и так далее. Вот в чем вопрос. Как ты считаешь, какие самые главные качества вот артист, вот ты лично, для себя вот как бы культивируешь? Что для тебя самое главное? Вот какое качество как артиста для тебя самое главное? Здесь есть что, наверное, надо разговаривать. Вот я просто объясню. Может быть, вот как чисто человеческое качество, ну, например, нужно иметь там сильный характер. Или не нужно. Нужно быть, допустим, там собранным, там сконцентрированным. Или наоборот, это необязательно. Ты можешь быть таким вот художником, там думать о том, что там где-то высоко в небесах? Или как бы вот, как ты считаешь, какие качества прежде всего помогают? Потом об этом мы разговариваем тоже по-английски, чтобы сделать немножко внутреннее. Обязательно, обязательно. Потому что это немножко труднее. Но я хочу тебе рассказывать, как это было в Японии просто на августе. Септябрь было. В 2012 году. И я, ну, я просто играл там концерт в Ното, Ищикава, префектура. И у меня было очень хорошее хэппенинг. И там встретил в темпле с монг. А, ну, понятно. В общем, короче, в монастыре встретился с монахом. В монастыре с монахом, конечно. И что он... Я просто посмотрел там на дзен парк. Ну, парк дзен. Понимаешь? И он сказал, он спросил, у тебя есть что-то вопросы? Какие вопросы? И я сказал, да, как надо читать этот дзен гарден? И он ответил с вопросом. Где ты, когда играешь на фортепиано? На сцене. То есть где ты находишься ментально? Да, ментально. А я ответил между здесь и между здесь. Между небом и землей? Ну, да, между землей и между Богом, скажем. Но не с Богом. Но мы тоже не здесь. Что это значит? Нигде, наверное, не знаю. В этом странном районе, где все возможно, наверное. И он сказал, что самое важное, это было очень интересно для меня, самое важное для музыкантов, ну, для человека, это война с эго. А, война с эго? С эго. И, конечно, каждый человек нужный эго. Я сам, конечно, трудно быть хорошим музыкантом без немножко эго, скажем. Как ты можешь сходить на сцену без эго? Все должны тебе смотреть. Все должны тебе... Я помню Люсу Константиновну, когда она даже хотела разговаривать в деканате, представляешь? В деканате. С одной женщиной. В бухгалтерии, где работала. И ты ее знаешь. И она сделала... Хорошо, готова. И уехала. Значит, тоже мы музыканты, тоже ты, я. Когда мы уходим на сцену, мы должны сделать, чтобы держать это эго. Но он сказал, что нельзя это сделать, потому что концентрация, это надо думать только о том, что ты сделаешь в этот момент. И не думать о ничего. О эго. Значит, ты думаешь, а я хочу послушать, как публика хочет. А я хочу сейчас показать что-то. Я это сделаю постоянно. но это человеческий, скажем. Поэтому это, конечно, очень трудная работа. Это трудно сделать больше, чем пять минут концентрация. Наверное, это ответит на твой вопрос. Я считаю, что это полностью отвечает. И я соглашусь, что, конечно, без эго, то есть нужно... Ну, я так подытожу. Нужно полностью себя вообще ощущать. То есть и артист, он и есть артист. Нужно в известной степени себя любить, быть уверенным в себе. Self-confidence. Да. Конечно. Да, нужно быть уверенным в себе. И, как бы, действительно, наверное, это такое, знаешь, зерно, это мото. Мото этого процесса. Да. Да. Но, знаешь, мне кажется, я раньше играл больше с эго. А я думаю, что сейчас я начал больше любить. Значит, просто любить сыграть. Любить музыку, которую я играю в этот момент. И это, наверное, самая простая вещь. Имануэль, а вот с течением времени вот все-таки мы с тобой ну, очень давно знакомы. Я так посчитала. Мы уже знакомы 11 лет. По четыре. Да. Да, 11 лет. И это очень большой срок. И, ну, мы встретились совсем молодыми. И были... Тоже немножко были другими людьми. Но, в общем, вопрос, с чем связан? С тем, что с течением времени меняются вкусы. Вкусы исполнительские, вкусы музыкальные. Вот ты на сегодняшний день, вот сегодня, какие самые вот такие близкие тебе ментально композиторы? Вот что есть... Какая музыка вот сейчас вот отображает... Даже не то, что ты играешь. Можно просто вот абстрактно. Какие композиторы, какие, может быть, отдельные произведения, опусы, они сейчас тебе ближе всего? Трудный вопрос, потому что я меняюсь все время, всегда. Ну, вот сейчас. Я знаю, что ты меняешься. Это нормальный процесс. Мы все меняемся. Но вот, знаешь, мне тоже было бы сложно ответить. Ну, вот давай буквально там два-три композитора или два-три произведения, которые вот... Ты говоришь, да, это я сегодня. Вот они мне... Я сегодня. Я сегодня. Я сегодня просто золотой петушок. Не, простила. Это, конечно, нормально. И после этого я люблю особенно Малер, музыка Малера. А, да-да. Ну, Третья симфония, например, последняя часть, скажем, что мне рассказывает любовь. Ой, я помню. Слушай, а помнишь эту историю, да, когда я учила, мне нужно было срочно готовиться, ребят, к зачету, к какому-то экзамену. Малера было очень много. А Эммануэль уже закончил к тому моменту консерваторию. Он мне как старший товарищ заходит и говорит, а, Малер, я послушаю, и ты сейчас выучишь. И я сидела, пыталась это выучить. Никак не могла. А Эммануэль все знал уже. Ему было очень легко и интересно. Помнишь? Да, я помню, когда я был, да, в твоей комнате там, да, и ты выучила все время что-то консерваторию. Очень забавная история. Но ты, нет, ты смеялся надо мной, потому что ты же старший, ты закончил как бы, ну, к тому моменту, когда ты уже все знал, тебе было так это легко. Я помню, что, я помню про Штраус, Дон Жуан. Да, я тоже это помню. А еще я помню, когда ты удивился, что нам задали не все симфонические поэмы, ты начал перечислять, а я тебе говорю, нет-нет, у нас этого нет. Как, как? Мы это все учим? А вот я говорю, нет, мы не учим, наверное, это не... А, симфония Брамса, да, конечно. Как это, возможно, только четвертая что-то помню. да, да, но там было много приколов, это правда. Это просто преподаватель, просто там, наверное, принялся. Это разные стили, разные подходы к преподаванию, знаешь? Нет, в России очень хорошая, поэтому нельзя... Очень хорошая, но не все симфонические поэмы мы учили. мы тоже, Виталий, что думаешь? Но ты почему-то знал больше. Нет, у меня есть радио, я всегда слушаю очень много радио. У меня тоже есть радио. Ну да, ну. Ладно, слушай, а еще такой вопрос. Ты же вообще на самом деле, ну, уже тоже такой мультитаскер. У тебя и мастер-классы уже были, и вообще, как бы, ну, тебе нравится преподавание, то есть ты как бы очень хорошо это делаешь. А вот где, где именно ты проводил мастер-классы в своей жизни? И кто были твои ученики? Ну, да, я сделал не сколько мастер-классов как преподаватель, скажем. Преподаватель мне нравится, это, конечно, очень трудная работа, если хочешь сделать ее хорошо. И я хочу сделать, если сделаю что-то, я хочу сделать его хорошо, но это, конечно, все энергии уходит после это сделаешь. Последнее мастер-классов в Японии это было, ну, в принципе, это в августе, ну, в этом, ну, да, это в этом августе я сделал. И три дня порядка, с утра до вечера, конечно, это было трудно. Я сделал тоже в Италии, где меня пригласили сделать маленький мастер-класс, но там было тоже очень много детей, детей из Турции тоже. Слушай, все, вот. И ну, было очень, очень тяжело, правда. И потом был концерт с студентами в хорошем зале, там, на озере Леко, но не Леко, но в другой озере, не никому озеру, но хороший язык. Да, да, очень хорошее место, я должен сказать. Преподавать это, это, я думаю, это не моя судьба, но, но это очень интересно, очень интересно, потому что ты, когда преподаваешь, понимаешь вещи, которые ты сам должен сделать. Ты тоже преподаваешь, и ты знаешь. Иман, тут нам написали комментарий, вопрос написали, а что, детям из Турции преподавать не надо? Не, честно говоря, они были очень хорошие, очень хорошие, но только они были с родителями, и родители были всегда здесь, и сказали, ну как, хорошо сделали? Я сказал, да, 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 очень хорошо, больше ничего точно? Я сказал, да, точно нельзя больше ничего преподавать, давайте, очень хороший мальчик. Знаешь, ты сейчас рассказываешь про родителей из Турции, а у меня такое ощущение, что ты рассказываешь про родителей из России, у нас то же самое. Вот, это я это ненавижу, честно говоря, потому что, ну, это может быть везде такие вещи, понимаешь, тоже в Италии, сколько, я сделал, как студент, очень много мастер-классов, я был, как спорт сделал, мастер-класс, меня была такая, у меня были очень много преподавателей по фортепиану, когда я был маленький, наверное, больше чем 20 принципиальных профессоров, последние, конечно, были Лисо Константинов в Москве. Принципиально это ты имеешь в виду по специальности? Самый главный, по специальности, да. Сложности перевода, принципиально, по специальности. Переводи по-русски, пожалуйста. Да, по-русски. Вот, и, понимаешь, я, мой первый преподаватель, который был очень хороший преподаватель, самый его лучший quality, как сказать, quality, качество, это было, что он сказал, что надо сделать урок с другим тоже. И он был прав, конечно, и я сходил на много мастер-классов и другие профессоры, нисколько хорошие, нисколько не хорошие. у меня было очень много профессоров, которые были не очень хорошие тоже. Но это тоже были очень полезные, потому что ты не надо только узнать, как надо сыграть, но надо тоже узнать, как не надо сыграть. Понимаешь? И я всегда ушел очень быстро, когда думал, что мне не надо продолжать. Конечно, не ушел из Москвы, из Рисаладзе все было прекрасно, из Воронов, который завтра будет, как я понял. Ой, ну ты взял и все испортил, а ты только что был спойлер. Прости, прости, я спойлер, что ли? Ну и ладно, ну так нельзя. Шесть людей будут узнать об этом. и Воронов, и Каприн, и Коснельсон все были... Что? Да я просто негодую, я просто расстроилась, что ты всем это сказал. Ладно. Нет, так, что было всегда очень хорошо в Москве. Вот. Ну и что я сказал, что вот... Ну понятно, слушай, а вот по поводу... Ну вот смотри, давай теперь затронем небольшой, так, чуть-чуть по касательной тему конкурсов, которые ты выиграл. Вот я просто аудиторию напомню, что ты победитель первого манхэттенского конкурса, да, там где сидел Ива Погорелищ и его специальный приз, собственно, да, ты получил. Потом первая у тебя, значит, первая премия, ты победитель конкурса Тромпса в Норвегии, да, Top of the World. Вот скажи, вообще, в принципе, вот твое отношение к конкурсам для взрослых музыкантов, для детей это отдельная тема, мы не будем это обсуждать, а вот для взрослых, вот какой опыт конкурсной игры вот ты для себя вынес со знаком плюс, то есть что было хорошего, а что было не очень все-таки хорошего из этого всего, вот лично для тебя? Ты право скажешь для меня. потому что для каждого это по-другому. Я ненавижу конкурсы просто. Я думаю, что конкурс это ужас, я думаю, что конкурс это ужасно для музыки, понимаешь? Но конкурс это хорошее, чтобы люди послушали, наверное. Это конкурс, что зарабатывает что-то из... Ну, в принципе, после Top of the World я сразу вышел в этот Stainless Price Invert Network, и это мне огромно помогали. поэтому, понимаешь, это... То есть получается, что как бы конкурсы, это по твоему пониманию, это как бы менеджмент, да? То есть это продолжение, более легкое продолжение карьеры с помощью конкурса, возможно? Это этап, это этап, но это не самый последний этап, это средний этап, и, в принципе, не для всех нужно, наверное, но, конечно, нужно, чтобы сделать хорошее... Ну, в принципе, когда я был, я сыграл на конкурсе много раз, я волновался немножко. Теперь я, когда играю в концерт, вообще не волноваюсь. То есть получается, это как бы такой выработок адреналина, то есть ты уже как бы когда набираешь этот опыт, уже потом все, что угодно происходит на сцене, тебе все равно. Ну, в принципе, да, потому что, знаешь, это тоже очень неприятно, когда люди слушают и хотят найти что-то плохого, когда ты играешь. Ну, это конкурсное дело, это их задача, как бы критика, да, то есть как бы прикопаться, играть в тупо... Я был в жюри тоже в конкурсе, не только в мастер-классе, это было ужасно, это просто ужас. И я... Ты стараешься, да, находить какие-то минусы в игре, когда человек другой играет? Я не хочу посмотреть минусы, я хочу посмотреть только плюсы, на людей, на все людей, потому что... в мастер-классе, это не потому что добрый, это потому что каждый человек сделает самое лучшее, но... И музыка это что-то, которое мы используем, чтобы сделать что-то хорошо в мире, каждому человеку. Ну, музыка это хорошо, это как медицин, медицинская вещь. А если ты медицинская, потом кушаешь что-то, не знаю, Мэкдоналд, это жюри. Это тоже несколько не подходит. Вот. И что-то еще хорошего на конкурсах? Ну, в принципе, каждый человек можно найти что-то хорошего. Я точно очень как сказать, человек, который любит сделать компетенцию, наверное, но для себя. хочу сделать что-то для своего уровня, я понимаю. Да. Наверное, это помогает, не знаю. Может быть. Иван, это сложные вопросы, конечно, я понимаю, что здесь нет какого-то единого решения, это как бы очень индивидуально, конечно, это очень индивидуальная тема. Ну, давай вернемся к реальной жизни, потому что помимо конкурсов есть что-то еще хорошее. Да, есть очень много хороших. Да, но я как бы сейчас неожиданную тему затрону. Просто, знаешь, что я ненавижу, я просто конкурс именно. Вот это самое хуже. Понимаешь? Потому что бедный Шопен, бедный Шопен, что он сделает, чтобы получить конкурс конкурс, бедный Чайковский. Это просто не подходит, понимаешь? Шинкульчик, шестая симфония, конкурс. Понимаешь? Не подходит. Я понимаю, да, я понимаю. Иман, ну вот у меня к тебе вопрос, это вся аудитория, скорее всего, животрепещет, узнать. все-таки ты итальянец. У тебя как бы особая отчетница и стиля. Конечно, но затем очень сложно спорить, потому что это так. И во всех деталях чувствуется твоя элегантность, твоя взятие. Я все сделаю из мира. С мир. Да, но вот у меня вопрос... Он настоящий. Нет, это ты настоящий. Он настоящий. Ну вот у меня вопрос... Ну ладно, не стесняйся, лучше давай честно скажем. Дело в том, что смотри, вот мы тоже обсуждаем периодически вот артист, да, опять вернемся к этому понятию. Артист, у него есть что-то внутреннее, что-то есть внешнее. И вот все-таки внешнее, как бы в нашем современном мире, вот какой он выходит на сцену, то есть, ну, даже чисто просто вот визуально. Это важно, ты этому уделяешь внимание, вот ты задумываешься уже, когда вся программа готова, уже когда, ну, вот просто комар носа не подточит, когда все прям вот круто-круто-круто, ты думаешь о том, как это выглядит для зрителя, для публики? Не только профессионально, но и любителей, которые, ну, вот, может быть, вообще не знают, что такое классическая музыка, пришли впервые, и им нужно увидеть какой-то имидж, да? Ты об этом думаешь? Я понимаю. Я не думаю, но я сделал все, что надо сделать, что у меня есть одежда, есть смокинг, в принципе смокинг только, когда я играю в ресайтлз, потом есть сонный, сонный, да, да, сонный концерт, или есть для камерной музыки другая, другая одежда. Да, я помню, другая была, действительно, это у меня было на проекте. Нет, просто я очень люблю толстовский. Да. Ты любишь удобную одежду. Прости, что? Удобную, удобную, комфортабл. Да, 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 но просто вот, в детали. толстовка. Нет, не толстовка, галстук. 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 Я очень люблю галстук, да. Поэтому, когда я играю камерная музыка, я, я, я всегда одеваюсь такие, каждый раз другая. я думал, что это, это мой стиль, наверное. Но, А если бы, вот тебе предложили на концерте, ну, допустим, вот ты знаешь, что у меня проекты, они достаточно нестандартные. И вот, допустим, на следующий проект свой, который я еще, допустим, не придумала, хотя на самом деле у меня написан один, о котором даже ты не знаешь. Вот если бы я тебе предложила выйти не в смокинге, и не в костюме, и без галстука, а выйти в одежде casual, вот ты бы согласился? Или нет? Но играть классику, играть классическую программу, играть настоящий концерт просто не в концертной форме. Мы можем, чтобы там общаться, и можем найти решение, решение, компромисс, наверное. Знаешь, а вот такой, такой скучный человек, я просто хочу одеваться всегда такой классический, что делать? Эмманель, ты круто сейчас ответила, ты прямо у меня сделал настроение на всю ночь. Да, да, да. Эмманель, Эмманель, у меня еще, знаешь, какой вопрос из области общих знаний, скажем так? Ну, ты уже сегодня вспоминал Алипы, и я не могу тебе не задать вопрос по поводу гор. Ну, горы ты очень любишь, и ты, вот я помню, путешествовал, у тебя даже отдых был связан с поездкой в горы. Вот какие поездки, какие впечатления, связанные вот с горными видами, так сказать, досуга, тебе вспоминаются? Мне вспоминается, что? Я не понял, прости. Я просто говорила не по-русски в этот момент. А, прости, говори по-русски, я тебя уже спросил. Это была шутка, но ты ее не понял, ладно. Смотри, горы, ты же любишь горы. Да. Да? Куда ты ездил? Я не могу вспомнить название курорта. Сан-Кандидо, да. Расскажи об этом. И что ты там делал? Это был, какой это был вид отдыха? И просто Сан-Кандидо это рай, это просто парадайз. Понимаешь, это доломиты, знаешь, это часть горы Альпы. Доломиты, где все горы ночи, они как красные, понимаешь, потому что солнце сделает, и там есть кристаллы, потому что было море, несколько миллионов года назад. Там было море, и поэтому все кристаллы там остались. И да, доломиты это для меня самое красивое место в Альпе, и это находится в Италии. И там я выучил, когда я был маленький, четыре года начал выучить как ски. А, кататься на лыжах? Кататься на лыжах, да, конечно. И там, кстати, в Добьяко, Тобла, по-немецки, там тоже кто? Малер, мне кажется, он там был. В этом месте? Да. Это ты у нас эксперт по малеру, не я. Ну да, там он что-то написал, но там есть просто очень хорошее место. И потом я не ездил несколько лет, и потом после я выиграл там конкурс в Тромсо. Но я получил нисколько денег, и я очень хотел сделать хорошие каникулы, и обдыхал хорошо. Но это, конечно, уже много лет назад, и я сделал, наверное, только два раза больше. Но это было время, когда я был каждый год там, летом и земле. Потом, а знаешь, потому что больше не ездил, потому что я был в Москве. И я больше не хотел быть снегом, понимаешь? Меня были охватались, поэтому... А теперь я скучаю по снегу. Ну, во-первых, я тебя уже заранее приглашаю в Москву, тут снега в ближайшее время, слава тебе, Господи, не будет, мы очень рады. Я очень хочу. Вот, тогда я тебя приглашаю зимой, нет, на самом деле, кроме шуток, ты знаешь, что в Москву твой второй дом ты всегда можешь приехать. Ну, а по поводу твоих зимних экзерсисов в Москве, я могу аудиторию рассказать интересную шутку. Когда Эммануэль только приехал в Москву, ну, видимо, в Европе все считают, что у нас тебя тут минус 40, уверены, вот, и как бы сам тип этой куртки, он был такой, как будто бы вот у нас, знаете, горы, и вот нужно, чтобы вот на ногах было желательно минус 35, а то и больше, и чтобы вот куртка, она была просто как скафандр, такая огромная. Вот так вот Эммануэль приехал впервые в Россию. Ну, ну, да, конечно, это было для минус 40. Канада густая была, которой у нас тогда вообще не было, то есть это... Тоже виталий было нет, это был специфический магазин, где я покупал. Это были они... вот такой капюшон, вот просто вот такенный, который заканчивается вот здесь. Это мои впечатления, я просто помню. Ты, знаешь, ты усиленно готовился. Да, и мне было никогда очень холодно, скажем правду. Я помню. Да, я помню тоже мой сосед, Миша, я лопатину, и он очень гулял очень быстро, и ты тоже гулял очень быстро. А я гулял медленно. Мне было не холодно, что хочет. А помнишь мою шутку? Я тебе говорила всегда, что у тебя такая куртка, в которой просто свой микроклимат внутри. Микроклимат, конечно, да. Ой, это такие забавные истории. Ну, слушай, вернемся к отдыху. Вот отдых, горы, понятно, тебе нравятся, а вот если бы ты сейчас, допустим, поехал, там, не знаю, на море отдохнуть, ты не любишь, лежать на пляже? Или люди, что-то такие? Ну, лежать нет. Я, солнце, это не для меня, просто, это очень, в Италии очень сильное солнце, понимаешь? И это, конечно, не очень, не для меня, просто, я не такой итальянец, типичный итальянец, как видно иногда, но, тоже в кино, но. Ну, это и хорошо, что ты не типичный итальянец, надо больше. Да, но, было время, когда я был больше времени на море, когда я был маленький, и это, я был даже месяц на море, каждый год, но, не скучаю по этой времени, честно говоря. Ты знаешь, ты такой, ты очень любознательный, ты любишь узнавать что-то новое, и вообще, когда вот у тебя были поездки, ну, я просто помню, ты рассказывал, ты вообще любишь посещать там музеи, всякие вот интересные галереи, то есть, наверное, даже если это был бы отдых, ну, предположим, да, то в другой стране, например, тебе было бы, ну, если бы это было активно с посещением каких-то достопримечательностей, там, монументы, там, галереи, там, не знаю, какие-то интересные места, точки, да, вот такой отдых тебе нравится? Ну, да, ну, но мне нравится тоже очень спокойно обувь, понимаешь, когда был последний раз, это было не последний раз, но когда был, год назад, наверное, в Японии, я видел море, я сразу, значит, плавать, а мой друг, Йошито, который был со мной тогда, он, он был, он волновался немножко, потому что было очень строгое море, такое сильное, в Вали, ну, и, я, я, просто, когда вижу море, тоже я могу пойти. Ну, я знаю, почему, потому что ты очень хорошо плаваешь, ты же всеми стилями вообще плаваешь, да? Ну, да, ну, да, 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 ну, как тебе сказали, я не типичный итальянец, но я итальянец. Принимается. Да, но я могу плавать, конечно, ну, просто, когда был маленький, выучил, да. Имануэль, а вот, там, не знаю, такие вот виды спорта, потому что мы в прошлый раз говорили о тайчи, и все, конечно, до сих пор под впечатлением этого китайца. Потому что я китаец, да, я не китайец. У меня вопрос другой, а какие виды спорта, вот, когда ты, может быть, был младше, я, ну, не знаю этого о тебе, ты любишь, там, не знаю, футбол, баскетбол, там, что-то такое. А я, представляешь, что я сделал баскет, когда был маленький. Я этого не знала. Ну, да, я тоже забыл об этом, только, ты бы не запомнил. А велосипед, байсикл? Конечно, ну, у меня есть, да, да, но, я сделал джудо, когда был маленький. Серьезно? Да, несколько лет. А в джудо есть пояса разных цветов, уровни? Уровни есть. А какой у тебя уровень? Просто желтый, это самая, после белый, только желтый. Белый, желтый, да, то есть второй уровень? Вторая, да, да, но, когда, ну, это, я был маленький, понимаешь. Но, Риман, подожди, подожди, но, когда я узнала, что у тебя желтый пояс под джудо, я с тобой дружу. Я не хочу с тобой не дружить. Это опасно. Желтый, нет, желтый, желтый, это, да, не, не, да, кажется, что очень круто, да, да, правда. Красный, я не могу ошибаться. Но не красный, короче. и, но, я, я очень хорошо тогда был, я помню. Но потом я, сломался пальцы, на руке? Не на руке, на, на, да, на ноге, на ноге. И помню, что это, да, и я закончил, конечно, с этим, потому что было немножко опасно, потому что, даже я помню, у меня были экзамены в консерватории, и я играл в Бетовен, опус 10 номер, номер один, и меня очень было трудно с педалом. Я это помню. Так что, джудо закончился, но теперь, я тебе уже сказал, это военное искусство, и это сделал уже давно, пять лет, и это, это немножко лучше, на мой, на мой взгляд, на характер. Да, да, да. Иманель, а вот вообще в жизни, кстати, этого я тоже о тебе не знаю, никогда с тобой не говорили, на такие темы, ты когда-нибудь пел и танцевал? Ты умеешь танцевать? Танцевать, да, я сделал в школу, там, в Милане, что-то. Серьезно? А какой стиль у тебя танцев? Нет, просто это, мы были, ну, в школе, но, там, и люди хотели, сходили на сальса, и почата, и реггетон тоже я сделал. Представляешь? Сколько всего я нового тебе открываю, надо же. Да, но, представляешь, я теперь не умел ничего делать. Не помню. никогда не поверить. Подожди, а петь поешь? Нет. Вообще никогда? Я помню, что Володин, правильно? Да. Не, не, не Володин, простите, Володос. Ну, я не знаю, а, Володос. Он начал, как как певец. Как певец? Да, как певец. И потом он поменяется на рояле. Я не, я думаю, не буду сделать, поменяться на певец. Нет, я поняла, что я поняла. Иманель, а какие-то другие виды искусств, вот, например, там, я не знаю, может быть, пересурж. Потому что, вот, знаешь, мне интересно, вот, я просто много раз, ну, убеждалась в том, что человек, который талантливый, он талантлив во многих вещах. Вот я пытаюсь нащупать, в каком искусстве у тебя тоже есть талант и дар. Ты художник? Художник? Я умею его сделать, ну, как Пикассо. Не, не, шучу. Нет, я не художник. Но моя бабушка очень хорошая сделать. А, бабушка, да? Очень хорошая, да. и моя мама тоже, кстати. У меня есть картина дома, в которой моя мама сделала. И моя бабушка тоже здесь. А ты мне никогда не показывал, кстати. В фамилии есть, в семье моей мамы есть тоже человек, который, ну, артист, который карикатурист, который очень известный, да, очень известный. Он тоже находится в хорошем музее там в Нью-Йорке. Поэтому и у меня тоже дома его работа. в семье есть кому, которые умеют, но не я, не думаю. Зато я знаю, какой у тебя точно есть талант. Знаешь, какой? Ты очень хорошо фотографируешь. И очень хорошо, но мы уже говорили о том, что ты хорошо снимаешь видео, но сегодня я скажу о том, что ты гениально фотографируешь. И причем ты фотографируешь людей. Знаешь, почему я знаю? Потому что, когда я была последний раз в Милане, у меня все фотографии, которые ты сделал, это просто, понимаешь, это шедевр. Это произведение. Да, ладно. Я думаю, что все фотографии, мой самый лучший субъект, это только моя собака. Я только его фотографирую теперь. Я не знаю. А, я знаю, Эммануэль, почему были хорошие фотографии со мной, потому что я держала за поводок мира в этот момент. Вот, понимаешь, я только мир, мир, хочешь сюда сказать привет? Нет, не хочет. Не хочет. Но он знает, что это я, просто дело в том, что у нас была такая история забавная, расскажу о аудитории. Однажды мы пошли с Эммануэлем и с Миром погулять по Миланам. Вот, но я очень люблю гулять, а Эммануэль с Миром не очень. Но мы гуляли очень долго, и в итоге я уже всех замотала. Сейчас сколько часов, часа четыре, Эммануэль, сколько было времени? Четыре, четыре, четыре. О, мир, привет. И мир меня после этого боится очень сильно. Это он меня. Да. Хотя на самом деле мы с ним сразу подружились, и поскольку у меня никогда не было собаки, мне очень нравилось гулять с Миром и с Эммануэлем. Вот так. Ну да. И так закончился? Нет. Закончился. Ну ладно, не важно, не важно. Закончилось все не очень весело, хотя наоборот, Эммануэлю было очень весело, вот мне было не очень весело. Ну, не важно, не важно, не важно. Но знаешь, что... какой лапундель, да, пишет комплименты. Я заметил, что мир очень похожий на собаку Жак Преверт. Да, как будто бы мир путешествовал в прошлом или в будущем, да. Да, да. Невероятно, невероятно. Она у себя разместила эту фотографию, да. Да, потом надо показать. Но у Мира у него даже не видны глаза, то есть все такое черное. Да, потому что он тоже не сходил на парикмахер, понимаете? Это ужасно. Для него это даже хуже, чем у нас. Чем у людей? Да, конечно, да. очень много. Ну, что делать? Да, ты знаешь, я очень пожалела, что у меня нет собаки, потому что не с кем погулять сейчас. Вот, тебе нужно собака, чтобы гулять больше на режим карантина. Ну, я просто надеюсь, что больше карантина не будет, но если вдруг, не дай бог, будет, то собаку я заведу. Он похож на Чубакку. Чубакку? А, Чубакка, да, 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 правда. Потому что слишком много, да, это правда, волос. Да, у него слишком, да, много шерсти. Что делать? Иммануэль, вообще, конечно, очень крутой у нас разговорчик, динамичный. Вот, надеюсь, что тебе было весело, потому что русский час, он как бы постепенно подходит к концу. Да. Поэтому ты можешь высказаться и сказать по-русски пару слов аудитории еще. Пару слов? Спасибо, что послушали. А, это и все, да? Не, 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 правда, я очень рад, когда умею говорить по-русски с кем-то, и это это большой возможно, что не забыть важный язык для меня, но поэтому спасибо, что пригласила на первом говорить с тобой, потому что это по-русски особенно очень важно. Ну, да, я не буду скрывать, что на самом деле мы общаемся по-русски крайне редко. Редко-редко. Я бы сказала, что практически никогда, и поэтому для меня это тоже очень как бы такое волнительное всегда мероприятие, потому что аудитория знает, насколько быстро я говорю, и мне нужно себя сдерживать. Да, поддерживай, поддерживай, потому что я не умею понимать все, что говоришь всегда. Но ты знаешь, на самом деле, Мануэль, ты очень хорошо справляешься, у тебя очень хороший русский, я должна тебя похвалить, потому что все очень понятно, все очень доступно, и темы сложны, но осталось 27 секунд, видишь, как мы все угадали. Да, да, да. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами прощаемся сейчас по-русски. И начинаем по-английски. А дальше to be continued. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok